Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Тройственный альянс в борьбе с самостроями. Администрация города нашла союзников не только в лице городского совета депутатов, но и законодательного собрания края. Забыли костер потушить. Причина двухдневного пожара на плавнях Анапки – человеческий фактор. Ура каникулы! Как школьникам провести лето с пользой и отдохнуть и заработать? Сразу несколько групп, в составе которых депутаты законодательного собрания Краснодарского края, отраслевые руководители и специалисты краевой администрации, работают в нескольких городах и районах, анализируя финансово-экономическое состояние муниципалитетов. Результат этой комиссионной работы станет основой для подготовки общекраевой научно-практической конференции по укреплению финансово-экономических основ муниципальных образований. В первый день работы в Анапе комиссия побывала на хлебокомбинате и оценила состояние курортных услуг. Сегодня депутаты и министры ключевых направлений агропромышленного сектора смотрят на то, какую экономическую политику проповедуют в муниципалитетах. Ведь можно сетовать на кризис и не двигаться вперед, находя в этом оправдание. А можно искать варианты развития даже в трудные времена. Хлебокомбинат тому яркий пример. За 25 лет работы предприятие претерпевает первую такую масштабную модернизацию. Уже закуплено новейшее отечественное оборудование для новых цехов и производственных линий, которые придут на смену полностью пришедшим в негодность. При этом предприятие не на один день не останавливает работу, увеличивая выпуск продукции с 10 до 15 тонн. Все от смены полов и стен до монтажа современных автоматических линий выпечки продукции интересовало сегодня депутатов. Заместитель министра экономики Краснодарского края удивлен тем, что увидел. Впервые мы были на хлебзаводе, который, конечно же, сегодня это совершенно уже другое предприятие. Он проходит в успешную стадию модернизации. С другой стороны, конечно же, мы увидели то, что неэффективные собственники довели его до такого состояния. Отрадно то, что у этого компании сегодня есть достаточно много перспектив. Курортная отрасль продемонстрировала возможности работы с любовью к своему делу и в обычном гостевом доме «Русич». И то, с каким современным размахом работает небольшой и уютный пансионат «Кристалл». Санаторий «Рябинушка» и «Пансионат Урал» показали целый спектр разнообразных услуг, где и номерной фонд, и территория, и лечебные процедуры отвечают самым высоким требованиям отдыхающих. Они – поистине гордость нашего города-курорта. Как раньше все дороги вели в Рим, то теперь все дороги ведут к нам на Азово-Черноморское побережье и, конечно же, в Анапу со славной курортно-туристической историей. Очередная сессия Совета депутатов состоялась сегодня в администрации Анапы. Народные избранники утвердили дату проведения публичных слушаний по вопросу исполнения бюджета за 2015 год. Главный финансовый документ прошлого года обсудят 12 мая. Еще один важный вопрос, который рассмотрели на сессии – борьба с самовольным строительством на территории курорта. В дискуссию вступили глава Анапы, депутат Законодательного собрания Краснодарского края и депутаты нашего муниципального образования. Решение Совета с предложениями и выводами направит спикеру ЗСК Владимиру Бекетову. Начиная с 2013 года администрации Анапы подготовлены и направлены в суды 226 исков с требованием снести самострои. Выиграно 56 дел, проиграно 99, но впервые за всю историю этой работы обжалования ведутся вплоть до Верховного суда. Еще 71 дело находится в работе. Но не только цифры прозвучали в докладе заместителя главы Анапы Олега Костенко. Он назвал подводные камни этой работы. У администрации нет контрольных функций в градостроительной сфере. А те федеральные ведомства, кому сам закон велит, не проявляют должного рвения. Еще одна проблема – неисполнение судебных решений, а значит отсутствие неотвратимости наказания. В настоящий момент на исполнение в Анапском отделе Федеральной службы судебных приставов на исполнении находится 22 исполнительных документа сносят самовольно возведенных объектов. При этом 13 приявленных к исполнению в 2015 году. То есть установлены законодательством двухмесячный срок для исполнения истек. Депутат ЗСК края Владимир Верстунин подчеркивает, в тандеме с администрацией активнее должны работать анапские депутаты. В том числе пользоваться депутатским правом, настаивать на категоричной позиции правоохранителей. В нынешней администрации досталось очень нехорошее наследство в этом вопросе. Проблемное все. И абсолютно согласен с докладчиком, что у нас соответствующие органы, включая ГОСА, так называемый аркконтроль наш, мало уделяют этому внимания. Ни один самовольщик не имеет столько средств, чтобы построить здание. Привлекают долевику. У меня были приемы граждан на обманутые дольщики. Начинаешь вопрос, по чем покупали? По 25, к примеру, последний. Я говорю, ну все, с вами все ясно. Да, нам так и в прокуратуре сказали, но такой цены не может быть, если ты по закону строишь. Терская, 219. Вы можете поверить в то, что квартира в этом доме стоила 50 тысяч рублей? А в договорах купли-продажи значится именно эта сумма. Умножаем реальную стоимость на 23 квартиры и понимаем, сколько налогов потерял бюджет. Но почему полицию не интересует это налоговое преступление? И, к сожалению, это не единичный пример. Берем конкретный объект, Евский на 18. На момент его строительства. Мы работаем со всеми. И расстроен надзор работает. Разрешение не получено. Земля выделена под строительство торгового центра двухэтажного. Идет строительство. Уже 6 этажей там на сегодняшний день стоит. Сотрудники полиции проводят контрольную закупку. Покупают квартиру. Возбуждают уголовное дело. Порядки 125-й. Отменяют. Потом опять возбуждают. Потом опять отменяют. Мне надоело уже наблюдать. Думаю, у клоуна. Да самое настоящее. Сегодня даже объект опасный. Рядом находится детский сад. Рядом 7-я школа. Мы вынуждены были попросить одного из предпринимателей, законопослушного, я хочу подчеркнуть, чтобы он установил сегодня соответствующее ограждение и исключил доступ туда. То есть создали опасный объект. И боссы ныне там. И на сегодняшний день он стоит как памятник. В градостроительном кодексе черном по белому написано. Два документа дают зеленый свет застройщику. Разрешение на строительство и право собственности на землю с соответствующим видом разрешенного использования. Для дольщиков это гарант, а для правоохранителей основание для защиты прав граждан. Так давайте просто следовать закону. Я в конце координационного совещания, тот, кто был, Леонид Иванович не даст мне слухавить, президиуму сказал, вот если мы все, выйдя из этого зала, будем делать то, что должно, и то, что мы сегодня задекларировали, у нас самовольного строительства не будет через полгода. Решение совета с предложениями и выводами направят спикеру ЗСК Владимиру Бикетову. А теперь к теме, которая порядком заволновала напчан в последние дни. Человеческий фактор стал причиной возгорания камыша в плавне Ханапки. Оставленный без присмотра костер раздуло ветром, пламя перекинулось на сухую траву. Итог пожар, который не могли потушить более суток, затронул почти половину лимана. Доступ к центру очага возгорания преграждала вода, она же в итоге и остановила огонь. Был оставлен костер без присмотра в результате ветреной погоды. Огонь распространился на камыш, который рядом растет. Значит, площадь возгорания составляет на сегодняшний день уже около одного гектара. В МЧС еще раз напоминают, впереди майские праздники, а значит и массовые выезды на природу. Риск возгораний увеличится. Серьезное наказание ждет тех, по чьей вине может случиться пожар. Хочется обратиться к гражданам города Анапа, то есть будут выезды на природу, в лес, по возможности минимально, ну не разводить костры в лесных массивах. Значит, если даже при их разведении, то должна быть площадка очищена от листвы, от веток, от сухих, от травы. Значит, и под присмотром, по новому закону, по приказу МЧС, предусмотрена административная ответственность, а также уголовная, если будет повреждено чужое имущество, либо вред, нанесенный человеку. Важная информация для работодателей. Приближаются сроки сдачи отчетности по новой форме в Пенсионный фонд России. Она была введена для страхователя с 1 апреля 2016 года. Об ее особенностях нашему телеканалу рассказали сотрудники Пенсионного фонда. Данная отчетность имеет очень упрощенный вид. Для чего она создана? Создана она для того, чтобы выявить пенсионеров, которые прекратили свою трудовую деятельность, чтобы повысить пенсию за счет прошедших за время работы индексации. Сведение отчетности избавит пенсионеров от посещения Пенсионного фонда и подачи заявления о возобновлении индексации страховой пенсии. Страхователям ежемесячно необходимо будет предоставлять сведения это ФИО, СНИЛС и ННН на каждого своего работающего сотрудника. С учетом выходных праздничных дней первую отчетность за апрель месяц необходимо будет представить не позднее 10 мая. Если далее будут представлены они после 10 мая, то предусмотрены штрафные санкции в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Малый бизнес в Кубани освободят от проверок на 2,5 года. Также еще одно нововведение коснется всех предпринимателей России с 1 августа нынешнего года. В настоящее время государство оказывает финансовую помощь на развитие малого бизнеса, который рассчитывается исходя из выручки от реализации. С 1 августа расчет будет производиться не по величине выручки, а исходя из размера дохода, полученного от бизнеса. И еще немаловажный факт. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, статус малого предприятия предоставляет не только право на получение мер поддержки, но и накладывает запрет для контролирующих органов на проведение плановых проверок в отношении них, который будет действовать до 31 декабря 2018 года. Напомним, к малому бизнесу относятся предприятия, доход которых не превышает 800 миллионов рублей в год и штатам не менее 100 человек. И к другой теме. Считанные дни остались до летних каникул. Любимой поры всех ребят. В Анапе уделяется пристальное внимание вопросам организации детского отдыха. Во время грядущих каникул в 25 лагерях с дневным пребыванием на базе школы отдохнут почти 4 тысячи учеников. Дети будут получать двухразовое питание, а также для них будут проводить оздоровительные процедуры в детской городской больнице. 428 подростков получат возможность поработать, трудоустроить в первую очередь детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учете, а также ребят из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. На эти цели из городского бюджета выделено более 2 миллионов рублей. Актуальную информацию об организации детского отдыха можно получить на официальном сайте города-курорта. Слет учащихся Кубанской школы вожатых проходит в Анапе с 28 по 30 апреля. Этот проект стартовал в феврале. Заявки на участие подали более 850 человек. Они прошли три сессии в тренинговых центрах. По итогам слета 160 лучших учащихся получат сертификат вожатого и будут трудоустроены на главной, лагерной и форумной площадке Краснодарского края. Кубанский молодежный форум «Регион-93», спортивно-туристские базы в станице Каладжинской и поселке Веселовка, а также во всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена». По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 29 апреля, в связи с проведением ремонтных работ, будет частично прервано электроснабжение с 12 до 15 часов в Красном Воскресенском Цибанобалке, с 12 до 17 часов в Гастагайской. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.